Всем привет, вы в магазине Xeon. Давно мы не смотрели на смартфоны от Redmi. Все-таки это легендарная линейка смартфонов от Xiaomi, а между тем вышел Redmi 13. Смартфоны этой линейки без приставок Pro, Note, C, как по мне, всегда были самыми интересными, поэтому точно нужно посмотреть. Конечно же, в нашем магазине он продается как в рознице, так и на маркетплейсах, поэтому все ссылочки мы, конечно же, оставим в описании. А сейчас начинаем обзор. И начинаем его, как всегда, с комплектации. В общем, по комплектации все, как мы привыкли. Зарядка, кабель и прозрачный силиконовый чехол. Отмечу только зарядное устройство. Оно здесь на 33 Вт, какими комплектуются сейчас все бюджетки от Redmi. Заряжается полностью аккумулятор смартфона на 5000 мАч примерно за 70 минут, а за полчаса зарядится более чем на 50%. Также отмечу, что на экране сходу поклеена защитная пленка. Да, она не защитит от ударов, но первое время спасет вас от царапин. Но все-таки рекомендую приобрести хорошее защитное стекло с олеофобным покрытием. Внешне Redmi 13 очень похож на предыдущую модель Redmi 12, но стали чуть больше кольца камер. Чехлы, конечно, уже не подойдут, но с чехлами на Redmi никогда проблем не было. Выпускается смартфон в четырех расцветках – желтом, розовом, черном и голубом цвете. У нас как раз последний вариант, и это единственная расцветка, на которой есть хоть какие-то узоры. Если вам это нравится или не нравится, обращайте это внимание, особенно заказывая с маркетплейсов. Есть еще одна отличительная черта – задняя крышка смартфона выполнена из стекла, что редко бывает на смартфонах бюджетного сегмента. А значит, он будет более устойчив к царапинам, нежели пластик. Да и на ощупь он будет приятнее. По органам управления тоже все привычно. Справа под качелькой громкости кнопка блокировки, совмещенная со сканером отпечатка. Сканер, кстати, довольно точный и, хоть и не самый, но достаточно быстрый. Сверху есть джек для наушников и инфракрасный пор для того, чтобы управлять домашней техникой. Снизу один единственный динамик, микрофон и Type-C версии 2.0. Продолжая тему внешнего вида, предлагаю сразу поговорить про экран. Со времен Redmi 10 тут мало что изменилось. Это и IPS-матрица, и Full HD+, разрешение, и 90 Гц. Яркости 450 нит и до 550 поднимается на ярком солнце, что его не сильно спасает на самом деле. Единственное, что изменилось заметно, это диагональ. Теперь это огромные 6,79 дюйма. И кто бы что не говорил про лопаты, но все-таки большие диагонали пользуются большим спросом. И неудивительно, что в бюджетном сегменте будут использовать решения, которые более популярны. Вне яркого солнца пользоваться комфортно, но бывает, что хочется выкрутить яркость побольше. Цвета приятные, углы обзора хорошие, защита зрения есть, но и раз это IPS, то никакого шима и уставших глаз, если вы к этому чувствительны. Из того, что касается цветопередачи, ее можно настроить самостоятельно, либо выбрать из предустановок. Чисту обновления тоже можно настроить, установив статичный 60 или 90, либо выбрав автоматический режим. А защищено это все проверенным временем стеклом Gorilla Glass 3. В плане железа, наконец-то у нас в обзоре смартфон не с Helio G99 или его братьями-близнецами, а братом-близнецом обзавелся Helio G88. Теперь он носит гордое название Helio G91. По характеристикам ничего не изменилось, по производительности он его не превосходит. Единственное различие, которое нашли мы, это поддержка более нового Bluetooth версии 5.4 и поддержка сенсоров более высокого разрешения. И наверняка кто-то уже понял, что по сути тот же самый процессор стоял и в Redmi 10. То есть процессорная производительность тут не выросла, тут пошли другим путем. Теперь тут больше объем оперативной памяти. Либо 6, либо 8 гигабайт. Все-таки, откровенно говоря, 4 в данный момент уже слишком мало. Также Redmi 13 из коробки поставляется с HyperOS на борту. С оболочкой, которая была нужна для того, чтобы максимально повысить производительность и оптимизацию устройств от Xiaomi и Redmi. Про оперативную память уже сказали, а вот объемы встроенной памяти теперь 128 или 256 гигабайт. Ну и для тех, кому интересны циферки из тестов, ставим на паузу и ознакомливаемся. А для всех остальных скажу так. Смартфон не хватает звезд неба в плане производительности, он довольно нерасторопный, но это если сравнивать его со смартфонами, которые в 2-3-4 раза дороже, чего мы делать не собираемся. Самое главное для бюджетного смартфона, чтобы ничего не вылетало, все открывалось и ничего не выгружалось из памяти. И все это здесь есть, и при повседневном использовании каких-то больших проблем не возникает. Ну и в играх смартфон мы, конечно, тоже протестировали. Как мы уже говорили, это хороший способ оценить запас мощности смартфона на будущее. В хорошо оптимизированных проектах, которые вышли уже довольно давно, никаких проблем не возникает. В Call of Duty Mobile на максимально доступных для этого смартфона средних настройках геймплей плавный и не вызывает вообще никаких вопросов. То же самое сказать можно и про Stand Off 2, но там уже настройки выкручены в максимум по всем пунктам. На удивление, даже в CarX Drift Racing 2 на максималках тоже можно спокойно играть, но интенсивность дыма, например, я бы все-таки снизил. А вот в играх, которые традиционно кладут на лопатки бюджетки, ничего нового, и в Genshin, и даже на минималках, чисто кадров часто опускается до неиграбельной. Что говорит только о том, что большого запаса мощности на будущее тут нет. Смартфон для использования здесь и сейчас на ближайшие пару лет. Ну и из важного и интересного осталось поговорить про камеры. Основной модуль здесь всего один, зато на 108 мегапикселей. В пару к нему также есть двухмегапиксельный модуль для размытия фона, но непосредственно в создании снимка он не принимает участие. Вспышка, автофокус, ночной режим, HDR – все это есть. Было бы странно видеть новый смартфон без всего этого. По умолчанию делает фото в 12 мегапикселей, но режим полного разрешения тоже доступен. Если делаете фото на улице в яркий солнечный день, снимать в 108 мегапикселей вполне можно. Но рекомендую все-таки пользоваться автоматическим режимом, особенно вечером, фотографии получаются гораздо лучше. Если говорить о фотовозможностях в целом, то днем можно сделать красивый снимок, который устроит людей, которые не привыкли рассматривать фото под лупой, а вот вечером уже стандартный набор. Тут можно наткнуться на мыло, шумы и смазы. Но справедливости ради выходит все равно достойно, если фото сделано не в кромешной тьме. Еще есть интересная фишка, которую пока редко встретишь в бюджетках – это зум с использованием кропа с полного разрешения. Здесь такой есть и аж трехкратный. Видео пишет только в разрешении Full HD и только при 30 кадрах. Если снизить разрешение, чисто кадров выше не станет. Да и снимать в 720 уже не хочется. Такое ограничение вызвано возможностями процессора. Оптической стабилизации, кстати, тоже нет, поэтому за всю тряску отдувается цифровая стабилизация. Про фронтальную камеру можно сказать то же самое. При удачном свете снимок получается сделать неплохой. Но при съемке против солнца или при недостатке света камера справляется уже с трудом. Но смартфоны, которые легко с таким справляются, стоят уже сильно дороже. Ну и видео фронтальная камера тоже пишет в том же разрешении 1080 и при тех же 30 кадрах. Что могу сказать в итоге про Redmi 13? Как по мне, вышла бюджетка в духе своего времени. Тут и большой экран, который сейчас популярен, и достаточный объем оперативной и встроенной памяти. И даже какие-то интересные фишки завезли, например, тот же трехкратный зум, который редко встретишь не то что в бюджетках, но и в более дорогих устройствах. Да и HyperOS на самом деле радует оптимизации и не хотелось бы представлять, что бы было на MIUI. В любом случае, как всегда, наше дело донести до вас информацию, а ваше дело уже сделать выводы и обязательно поделиться ими в комментариях. Ссылку на этот смартфон мы оставим в описании к этому ролику. Там же в нашем магазине можно приобрести и другие товары. На этом мы с вами прощаемся и ждем вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok